Количество кликов на показы или CTR – это одно из самых главных, но в то же время самых загадочных чисел на Ютубе. С тех пор, как Ютуб впервые представил их в 2018 году, целая жизнь прошла уже, не так ли? Все задают один и тот же вопрос – что такое хороший CTR? Если хотите короткий ответ – всё, что выше 7%. Время длинного ответа. Было время, когда страница поддержки Ютуб сообщила бы вам это. Половина каналов и видео на Ютубе имеют показатель CTR между 2 и 10%. Но они убрали это утверждение – Ютуб больше не даёт нам никаких конкретных чисел. Наверняка на это есть хорошая причина. Всё потому, что когда мы строим ожидания, люди расстраиваются, если они попадают в них, но ничего не происходит. Если Ютуб говорит, что верх типичного CTR 10%, а у меня больше, почему мои видео не взлетают? С точки зрения автора это абсолютно справедливый вопрос, но этому вопросу не хватает контекста. А без контекста CTR теряет всякий смысл. Так что, чтобы понять, что такое хороший CTR, нам нужно вернуться к самому началу и ответить на простейший вопрос из всех. К сожалению, мы не сможем на него ответить, пока мы не узнаем относительно чего вычисляется CTR, а это показы. Что же такое показ? Вот ваш значок видео и заголовок. Они будут появляться повсюду на Ютубе, когда их показывают зрителю дольше секунды, и он может видеть как минимум 50% значка. Это засчитывается как один показ. Это больше технический вопрос, когда показ засчитывается, а когда нет. Но давайте допустим, что в идеальном мире Ютуб, один человек увидел ваш значок и заголовок и нажал на него. Молодцы, это 100% CTR. Конечно, всё не так просто. Вы не единственный человек на Ютубе, а пользователь может решать не нажимать ни на одно из ваших видео и продолжить листать дальше. Здесь начинается разговор об огромных цифрах относительно показов на Ютубе. Приведу очень простой пример. Допустим, вы выкладываете видео, и в его первые 24 часа оно получает 1000 показов и 100 просмотров из этой 1000 показов. Так мы получаем базовый CTR в 10%. Ютуб-пользователи не только избалованы выбором, но и постоянно находятся под обстрелом новых вариантов для просмотра. Поэтому логично, что только маленький процент значков видео и заголовков получают свои клики. Если бы вы раньше вообще ничего не знали об этих авторах, на кого бы вы кликнули? Да, я тоже. Зелёный реально выделяется. Отличная работа, мистер Бист. Отличная. Здесь всё начинает немного усложняться и становиться более размытым. Показы – это нефиксированная ценность. Они находятся под влиянием алгоритма Ютуб, также известного как система рекомендаций Ютуб. Вот здесь есть намёк на то, как это работает. Вы можете повысить шансы того, предложит ли Ютуб ваш контент, увеличив ваш CTR и время просмотра. Другими словами, если видео хорошо себя показывает по ключевым метрикам, Ютуб продолжит поддерживать это видео дальше, даря ему больше просмотров. Это основа того, как видео становятся вирусными. Но, конечно же, вот этот текст приводит нас к другому вопросу. Что такое хорошее время просмотра и время удержания зрителя? Ответ? Да, кажется, нужно будет объяснить поподробнее. Сделаем об этом видео. Всё это значит, что здесь присутствует эффект домино. Если показы не фиксированы, это значит, что CTR подвижен. Когда Ютуб рекомендует ваш контент, показы идут вверх. Ютуб тестирует его на новую аудиторию. Но, так как его показывают новой аудитории, которой они знакомы с вашим контентом, вы, скорее всего, получите меньше кликов, так как эта аудитория меньше привязана к вашему контенту. В результате, ваш CTR идёт на спад. Но это неплохо. Совсем нет. Вам нужно как можно больше показов на вашем контенте, потому что это в целом бесплатная реклама. Проблема, с которой вы сталкиваетесь как автор, в том, что Ютуб контролирует бюджет этой рекламы. Сколько они готовы потратить на ваше видео? Простите мои ужасные навыки построения графиков, но в идеальном мире Ютуба ваш CTR будет повышаться. Затем Ютуб покажет ваш контент новым людям. Ваши показы пойдут вверх, но ваш CTR может немного снизиться. Но с тем, как эта новая аудитория открывает и лайкает ваш контент, CTR снова повышается, а Ютуб тратит ещё больше показов на ваш контент. Зная эту информацию, позвольте задать вам вопрос. Что бы вы предпочли? В короткой перспективе ответ на этот вопрос может быть B, но в долгой ответ может быть A. Именно поэтому CTR так сложно зафиксировать. Контекст всему голова, и мы ещё только начали. Если мы интересуемся CTR на поверхностном уровне, вот каким будет ваш ответ. Я попросил сообщества VDQ зайти в их творческую студию и зайти в CTR всего их канала за последние 28 дней. Если хотите, можете сделать то же самое прямо сейчас и написать результаты в комментариях. Вас ответило более 11 тысяч, и вот какие результаты. А, кстати, это и есть краткий ответ, который я недавно упоминал. Почти 65% из вас сообщили, что их CTR 7% или меньше. Поэтому я полагаю, что хороший CTR – это всё, что выше этого. Но помните, главное – контекст. Этот вопрос его совсем не имеет. Где мне начать? Во-первых, этот CTR вычислен на основе всего вашего канала, всех этих показов. Он не учитывает возраст всех этих видео на канале. Например, я опубликовал это видео два года назад, но оно по-прежнему получило 1400 показов за последнюю неделю, которые вносят свой вклад в общее число. У него также невероятно высокий CTR. С другой стороны, этому видео чуть больше месяца. Оно внесло почти полмиллиона показов, но у него ужаснейший CTR. Дело в том, что CTR может невероятно скакать из часа в час. Особенно в первые 24 часа после выхода в онлайн. Это даже можно увидеть в реальном времени, зайдя в аналитику видео, поменяв промежуток времени на 24 часа. Во вкладке «Просмотры» в отделе CTR YouTube отслеживает эту метрику по часам. Поэтому, когда мы сравниваем это с этим, вы теперь понимаете, почему я сказал, что то был краткий ответ. Вместе с возрастом видео вам также стоит учесть то, что почти невозможно измерить. И это конкуренция. Приведу очень простой пример того, что я хочу сказать. Допустим, вы создали видео, которое набрало 25% CTR. Звучит очень хорошо, не так ли? Но что, если в очень странной вселенной YouTube есть еще одно единственное видео по этой же теме? И это видео набрало 75% CTR. Теперь ваше видео лажа, а YouTube будет скорее рекомендовать конкурентное видео. Применив этот пример к реальности, мы говорим о десятках, тысячах авторов и часто миллионах видео по одной теме. Но значение конкуренции все равно может очень сильно варьироваться от темы к теме. Допустим, вы создаете игровые видео, и ваш CTR чуть выше 7%, что не очень круто. Но так как вы в такой конкурентной и раздутой теме на YouTube, ваши видео имеют больше CTR, чем средний по этой теме. С другой стороны, канал о криптовалюте может иметь CTR больше 10%, что кажется довольно сильным показателем, но так как в этой теме гораздо меньше соревнования, средний CTR больше 12%. Что ж, мы имеем возраст видео и конкуренцию, которые влияют на CTR, а также у нас есть источники трафика. Фух, чтобы погрузиться в эти мелочи, вам нужно зайти во вкладку «Подробнее» в «Аналитике видео», а затем зайти во вкладку «Источники трафика». Теперь ваши видео будут поделены на несколько категорий, у всех из которых будет разный CTR. Вы также можете отсортировать их по колонке CTR, чтобы увидеть очень интересные факты. В этом примере это видео имеет CTR в два раза больше через YouTube-поиск, чем через рекомендуемые. Но в среднем люди смотрят на две минуты больше этого видео через источник «Рекомендуемые». Общая идея в том, что CTR гораздо важнее для главной страницы и рекомендуемых, чем для поиска. Всё это зависит от намерения зрителя. Когда зритель ищет контент, обычно они ищут ответ на вопрос как можно скорее, а когда они его нашли, они не задерживаются. Но когда зритель смотрит что-то из того, что YouTube ему порекомендовал, тогда намерение зрителя более расслаблено. Они просто хотят посмотреть, чтобы расслабиться на более долгое время. Поэтому каналы, которые получают много трафика из поиска, часто испытывают трудности с временем просмотра и подписчиками. Намерение их зрителей очень однобокое. Они хотят ответ на вопрос и бежать дальше. Со всем, что мы узнали, подошли ли мы чуть ближе к ответу на вопрос, что такое хороший CTR? Нет, не особо. Так есть слишком много переменных от канала к каналу, от видео к видео. Давайте я покажу, чем я занимался в поисках ответа на этот вопрос, на примере одного единственного канала. На первый взгляд вы можете воспользоваться вот этой панелькой статистики в творческой студии, которая даёт вам общее представление CTR вашего видео. Но чтобы погрузиться в мельчайшие детали, последние несколько месяцев я вручную отслеживал CTR видео в первые 24 часа на канале VidIQ. То же самое я делал и с просмотрами. А когда я собрал больше данных, я начал предугадывать ожидаемые показатели видео с момента его публикации. Так я продолжил подправлять условия, чтобы отследить, когда видео показывает себя лучше или хуже, чем ожидалось. Ведя этот эксперимент в течение трёх месяцев и имея данные с 25 видео, теперь я располагаю некоторыми конкретными цифрами для канала. Если видео набирает выше 12% CTR в первый же час, скорее всего, оно принесёт успех каналу. С другой стороны, если у видео меньше 7% CTR, тогда мне нужно быстро что-то поменять. Я также отслеживал показы за первые 24 часа, чтобы понять, привлекает ли какая-то отдельная тема больше продвижения от YouTube. Я надеялся, что монетизация будет точным попаданием в большие показы, но, как можете видеть, цифры по-прежнему сильно варьируются от видео к видео. Влияет ли успех предыдущего видео на находимость следующих? Судя по всему, вот это видео хорошо себя показало, а два последующих получили больше показов, чем обычно. Кроме вот этого, про монетизацию. Но так как получилось, что это видео самое короткое из показанных, меняет ли это что-то? Я и сам признаюсь, я совсем новичок в науке данных, поэтому мне было очень интересно собирать эти данные. Но вопросы, которые они вызывали, принесли пока не самые убедительные ответы. Стал ли я хоть немного ближе к тому, что такое хороший CTR для канала VidaIQ? Что-то типа того. Моя интуиция стала лучше относительно того, пойдут ли дела у видео хорошо или плохо после публикации, и нужно ли мне что-то предпринимать. Но чем дольше видео находится онлайн, тем больше данных вам придется распутать, и тем больше переменных вам придется учесть. Возможно, я попался в ловушку, о которой предупреждал всех авторов. Попытался найти волшебное число, которое можно повесить на метрику. Естественно, в нашем опросе люди начали сравнивать свой CTR с CTR других людей, что особенно в мире Ютуба – настоящее путешествие в безумие. На первый взгляд, этот канал имеет более высокий CTR, чем канал VidaIQ. Так почему же у них нет на миллион больше подписчиков? Где справедливость? А также появились теории, например, вот этот автор убежден, что Ютуб будет выталкивать видео к более широкой аудитории, как только у него будут стабильные 4%. Я не спорю с этим. Я вообще думаю, что эта теория возникла напрямую из опыта этого автора на Ютубе. По их теме, с их целевой аудиторией, с их источниками просмотров, они, скорее всего, правы. 4% – это средняя величина успеха видео. Но это число не подойдёт каналу VidaIQ или любому другому каналу. Затем я наткнулся вот на этот вопрос, который, возможно, обобщает всё то, в чём многие из нас так часто ошибаются. Я, наверное, ещё час могу рассказывать вам, что такое хороший CTR, и мы так и не приблизимся к ответу. Возможно, потому что я, как миллионы других людей, так и не ответил на главный вопрос. Кто должен смотреть мой контент? Почему они должны смотреть мой контент? И как я могу заставить их смотреть мой контент? Если вы знаете ответы на эти вопросы, вы гораздо лучше понимаете психологию ваших потенциальных зрителей. А когда вы знаете, что трогает вашего зрителя, вы знаете, как заставить его тронуть ваше видео. Передам этот вопрос вам, чтобы вы хотели смотреть на канале VidaIQ. Дайте нам знать в комментариях внизу. Я уверен, если я сделаю это, вы это посмотрите. А если хотите узнать больше о том, как создать идеальное видео для идеального зрителя вашего канала, обязательно посмотрите вот это видео.